Вместо строгих костюмов спортивная форма. Каждый год чувашские чиновники сражаются за медали и кубки спартакиады органов власти. Очередной летний этап состоялся в Красноармейском районе. Сюда съехались более 500 человек. В состав команд вошли и члены правительства, и рядовые специалисты. Мини-футбол, гольф, комбинированная эстафета. Чтобы команда одержала победу, необходимо было заработать как можно больше баллов. Сотрудники министерств и федеральных ведомств и районных администраций в этот день были по разные стороны баррикад. Правда, по мнению болельщиков, самыми активными и азартными были представители законодательной и исполнительной власти республики. А вот команды федеральных отделений по чувашии не могли похвастаться ни количеством, ни активностью. За перипетиями спортивных баталий наблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Из кабинетов сразу в бой. Три точных выстрела и вперед. К финишной черте устремляются самые быстрые члены команд. Истафетную палочку принимают велосипедисты и бегуны. Снайперов на этой дистанции болельщики поддерживают громче всех. Ведь именно от их меткости зависит успех целой команды. В некоторых сборных оружие решили доверить прекрасной половине. Капитаны не прогадали. Сотруднице администрации главы региона удалось поразить три мишени только с одним промахом. В свободное время расчетливый бухгалтер отрабатывает свои навыки в тире. Пока рядовые специалисты стреляли и бегали, их руководители играли в гольф. Абсолютные лидеры прошлогоднего этапа в лузы били так же метко, но на поле появились и новые чемпионы. Некоторым без труда удавалось одолеть самые сложные дорожки. Хотя капитан и команд были готовы и помогать друг другу. Удачу многим участникам приносил и вот этот розовый мяч. Словно заколдованный он подавался даже новичкам. Главе комитета чрезвычайных ситуаций удавалось попадать этим шаром в лузы из первого удара. Впрочем, первого места завоевать ему не удалось. Мы же не спортсмены, не чемпионы, не профессионалы, а любители. Но в то же время надо показать пример. Тем более мы первые, мы вышли первые, ну тройка. И чтобы остальные поддержали мячик, передали по эстафете уже Мининформ политики. Мужская сила решала все и в состязаниях по перетягиванию каната. Первые золотые медали завоевали сотрудники УФСИНА. Против этой команды не нашлось приемов. Богатыри не оставляли шансов никому. Крепкими орешками оказались и представители налоговой службы. Финальная схватка затянулась. Победа едва не досталась именно фискалам. Боевой дух некоторым командам поднимала музыка. На привале Министерства информационной политики и вовсе играл гармонист. Главный редактор местной газеты. Самая музыкальная и молодая сборная настроена только на победу. По итогам прошедших этапов они уже наступают на пятки признанных лидеров. Но такая конкуренция еще больше сплачивает коллективы, даже если они работают в разных отраслях. Конечно, нам приятно, что чиновники занимаются физкультурой и спортом, потому что здоровый человек это больше пользы пронесет нашему государству, в том числе на рабочем месте. Сегодня практически минимум курящих, максимум занимающихся именно физкультурой и спортом. Впереди еще два этапа. Чиновникам предстоит сразиться в соревнованиях по плаванию, турнире, по волейболу и легкоатлетической эстафете. Итоги спорта Киады подведут уже осенью. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.